Мы строили, строили и наконец построили. Эту цитату из мультфильма любят повторять хозяева квартир дома по улице Ильгера. Участники долевого строительства больше не чувствуют себя обманутыми. Но для этого потребовалось множество усилий со стороны властей республики, строителей и самих владельцев жилья. Елена Молодцова свою новую квартиру показывает с удовольствием. Три комнаты, большая кухня, здесь будет родительская, спальня здесь детская. Ремонт – дело хлопотное, но пыль и грязь Елену только радует. Этого момента ее семья и соседи ждали долгих 7 лет. Волжский Платину в 2008 году начала строить фирма «Сарет», которая входила в группу компаний «Сава» и разделила с ними участь, весьма печальную для всех – партнеров, клиентов и участников долевого строительства. Потом объект достался еще одной фирме, побывал в конкурсном управлении и, наконец, был передан «Гуксу». Пройти за это время пришлось через многое. Иногда у людей откровенно опускались руки. В 2009 году, когда начали все это, конечно, глухая стена была, очень глухая. Прям отчаяние было великое. У людей вообще все руки отпускались. И ездили мы в приемную Путина, в приемную Медведева. И днем и ночью ходили в Минстрой. В конец 2012 года пошло прям активное строительство. Все решаться стало, как-то вопросы все решаться стали. В 2012 году глава Чуваши Михаил Игнатьев взял проблемы обманутых дольщиков под личный контроль. Власти не только сделали шаг навстречу людям, потерявшим всякую надежду, но и разделили с ними финансовое бремя. «Из бюджета были заложены средства. Скажем, в 2014 году мы потратили порядка 3,6 миллионов рублей на погашение процентной ставки по кредитам, которые застройщики берут на завершение этих объектов. Это специальная строка в бюджете заложена. Она так и называется – погашение кредитной ставки по выгодам кредитов для решения проблем обманутых дольщиков». Итогом всех материальных и моральных вложений стал вполне убедительный результат. Из 9 проблемных долгостроев и почти 600 обманутых дольщиков на сегодня остались 2 объекта и 161 человек. «По планам, графикам строительства, эти 2 объекта мы планируем, что они будут достроены до конца этого года. Таким образом, проблема обманутых дольщиков Чуваши до конца этого года должна быть решена». Лучшее доказательство, что обманутые дольщики окончательно уверились в счастливом окончании своей эпопеи, появится в семье Молодцовых буквально на днях – в начале марта. И хотя ремонт к тому моменту закончить не успеют, это пустяки. Главное, что старший брат совершенно точно знает, куда поставит кровать Дениски. «А здесь рабочий стол и пианина». Елена Гальперина, Расиль Мухаммедов, Республика.